Обычный двор в новостройках весенним вечером. Как правило, здесь всегда много детей. Пока одни тренируются на турниках и катаются на качелях, другие осваивают самокаты, велосипеды, ролики. На дороге перед домом. Да, асфальтное полотно ровнее тротуарной плитки, но безопасно ли это? Как показывают цифры статистики, в силу возраста и неопытности действия детей не всегда предсказуемы. И на проезжей части ребенок может появиться именно тогда, когда водитель его просто не заметит. Пусть и в силу объективных причин. Естественно, как только заезжаю в дворовую территорию, не более 10 и перед каждым машина, где более незаметная, неосматриваемая зона, всегда притормажу и смотрю наперед, где-то кто-то с мячиком бегит, где-то так перебегает. Конечно, очень внимательно. Дети играют в дворовых территориях, ну и, как известно, в дворовых территориях помимо детей двигаются еще и автомобили. Дети проявляют невнимательность и зачастую происходит дорожно-транспортное происшествие с участием детей, где водители совершают наезды на наших маленьких участников дорожного движения. Неправильно припаркованные автомобили – еще один камень преткновения. Они не только закрывают обзор для других участников дорожного движения, но и создают неудобства для подъезда экстренных служб МЧС, милиции, скорой помощи. Проводя рейдовые мероприятия, сотрудники госавтоинспекции напоминают и водителям, и пешеходам, как себя вести в дворовой территории. И призывают обращать внимание на те участки, где она заканчивается и переходит в магистраль общего пользования. Эти кадры мы сняли буквально за четверть часа. Микрорайон Южный – учебно-педагогический комплекс. Рядом знак, предупреждающий водителям о том, чтобы они были предельно внимательны и осторожны. Пешеходного перехода рядом нет. Однако почему-то именно здесь люди решают пересечь проезжую часть, создавая аварийно-опасную обстановку. Хотелось бы обратить внимание на воспитание детей. Личным примером вы им показываете, где, как переходить дорогу, где, как играть. И в первую очередь нужно приучать детей смотреть по сторонам. Показать, объяснить и научить – вот те три кита, на которых строится детская безопасность на дороге. Грамотно и авторитетно рассказать ребятам об этом могут и педагоги, и сотрудники госавтоинспекции во время классных часов и дополнительных мероприятий. Но наиболее ценен для мальчиков и девочек личный родительский пример, который всегда будет образцом грамотного поведения и залогом детской безопасности. Спасибо.